В феврале 2024 года был спущен на воду ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский». Характеристики РПКСН проекта 955А «Борей-А». Длина 160 метров, водоизмещение надводное 14700, подводное 24000 тонн, экипаж 107 человек, мощность грибной установки 36 мегаватт, это около 49 тысяч лошадиных сил, предельная глубина погружения 480 метров, дальность подводного плавания неограниченная. «Борей» приходит на смену лодкам проекта «Кальмар» и «Дельфин». Вооружение проекта 955А. 6 533-мм торпедных аппаратов, в боекомплект которых входит 18 торпед, торпедо-ракет, крылатых ракет большой дальности или мины. 6 одноразовых неперезаряжаемых пусковых установок РЭПС-324 «Шлагбаум» для применения самоходных приборов гидроакустического противодействия или антиторпед. Переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла» или «Верба» для использования в надводном положении. И главный калибр 16 ПУ ракетного комплекса Д-30 с межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава». Дальность поражения надводных целей 50 км, дальность ПЗРК 6 км, дальность ПЛО 50, а баллистических ракет свыше 8 тысяч. РПКСН проекта 955А – это дальнейшее развитие базового проекта 955. Лодки модификации 955А получили корпус более обтекаемой формы без горба ракетной пусковой платформы. Конструкция рубки стала более традиционной. Вместо стандартных рулей с поворотным блоком «Борей-А» получил цельноповоротные, что улучшило его маневренность. Увеличился размер водометного движителя, что, вероятно, увеличило его мощность. Торпедные аппараты были перенесены из носовой оконечности в борт для размещения нового, более крупного гидроакустического комплекса, а их количество сократилось до 6. В пусковых установках РЭПС-324 появилась возможность размещать антиторпеды «Ласта». Также на лодках появились две ВПУ системы противоторпедной защиты «Модуль Д». Друзья, не забывайте ставить пальцы вверх и писать комментарии. Даты контрактов на РПКСН «Борей» мне неизвестны. Контракт на головной подводный крейсер «Борей-А» был заключен в 2012 году. В том же году были заказаны и 4 серийных. В 2020 был заключен контракт еще на два подводных крейсера. А в 2021 году, по данным источника ВПК, был подписан контракт на два модернизированных «Борей-А». Строительством атомных подводных крейсеров проекта 955 и 955А занимается производственное объединение «Севмаш», входящее в состав ОСК. К началу 2024 года ВМФ России получил три РПКСН проекта 955 и четыре РПКСН проекта 955А. Один подводный крейсер проекта 955А был спущен на воду в 2024 году. И еще два были заложены в 2021 году. Посмотрим на темпы строительства РПКСН. Среднее время от закладки до спуска на воду без учета головного «Борея» составило 6,5 лет. А время от спуска на воду до передачи флоту уменьшилось с трех лет у первого серийного «Борея» до 11 месяцев у последних подводных крейсеров. Подводные лодки проекта несут службу на разных флотах. Оба головных крейсера «Борей» и «Борей-А» на Северном флоте. А все серийные на Тихоокеанском. Друзья, теперь все ролики доступны и на Рутубе. Не забывайте ставить пальцы вверх и писать комментарии. Рутубе. Не забывайте ставить пальцы вверх и писать комментарии.